Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие отцы, братья и сестры, Церковь празднует память святителей и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. И мы, собравшимся в этом святом храме, прославляем сегодня святителя, который очень быстро приходит на помощь, когда к нему обращаются с молитвой. И это тот особый дар, который святитель Николай получил от Бога. Конечно, всякий раз, когда мы обращаемся с молитвой к тому или иному святому, мы получаем помощь. И этот святой слышит нас, обращается с ходатайственной молитвой о нас к Богу, и Господь нам помогает по его молитве. Есть люди, которые спрашивают, а зачем вообще нужно молиться святым? Почему нельзя молиться Богу напрямую? Зачем нужны посредники между человеком и Богом? И действительно, мы молимся Богу напрямую, и никаких преград или средостений на нашем пути к Богу нет, кроме наших собственных грехов, немощей и недостатков. И всякий раз, когда мы встаем на молитву, мы начинаем эту молитву с обращения к Богу, к Святому Духу. Мы обращаемся в молитве к Господу нашему Иисусу Христу, Богу Воплотившемуся. А когда мы приходим на Божественную Литургию, то молитвы возносятся прежде всего к Богу Отцу. Таким образом, мы молимся и при Святой Троице, как единому Богу, и мы молимся каждому из лиц Святой Троицы, и мы получаем просимое в наших молитвах. Но в то же время мы обращаемся к Пресвятой Богородице, и к Святым не потому, что мы не можем напрямую обратиться к Богу, а потому, что они тоже для нас важны, потому что они тоже нас слышат, и они тоже нам помогают. Пресвятая Богородица, которая является Матерью Церкви и Духовной Матерью каждого из нас, всегда откликается на наши молитвы. Те святые, чьи имена мы носим, также всегда откликаются на наши молитвы. Те святые, которые дороги нашему сердцу, с которыми связаны те или иные события нашей жизни, или, может быть, какие-то запоминающиеся паломничества, которые мы совершили к их мощам. Они тоже нас слышат и тоже нам помогают. Все это постигается опытом. Всему этому невозможно научиться из книг. И для того, чтобы понять, слышат ли святые наши молитвы, мы должны им молиться, и тогда мы увидим и узнаем на собственном опыте, как они откликаются на наши молитвы. И вот святителю и чудотворцу Николаю, который жил много столетий назад, в IV веке, и чьи мощи почивали сначала в его кафедральном граде, мирах ликийских, а потом были похищены и вывезены в Италию, и с тех пор пребывают в городе Бари на юге Италии. Этому святому Господь дал особую благодать. Откликаться на молитвы людей может быть быстрее, чем откликается какой-либо другой святой. Вот почему многие из нас на собственном опыте испытали силу его молитвы и силу его помощи. Он приходит на помощь к человеку в самых неожиданных обстоятельствах. И тогда, когда человеку трудно, и тогда, когда человеку нужно решить какие-то житейские вопросы, он не гнушается никакими просьбами людей. Он помогает людям разных конфессий и даже разных религий. Вот почему представители иных вер тоже почитают этого христианского святого. Он скор на слышание, скор на помощь. И всякий раз, когда приходит его праздник, мы обращаемся к нему с горячей молитвой о том, чтобы он нас не оставил своим небесным покровительством и о том, чтобы он всегда пребывал вместе с нами. Неоднократно мне довелось бывать в городе Барри, в том числе в этот зимний праздник святителя Николая, когда там в былые времена собирались паломники из России в очень больших количествах. Тысячи людей прилетали на чартерных самолетах, и маленький аэропорт Барри был заполнен этими самолетами. Причем все это были самолеты из России. И разных бизнесменов, которые привозили с собой по 40, по 50, по 60 человек, и разных экскурсионных и паломнических групп, которые фрахтовали самолет и прилетали в Барри для того, чтобы поклониться мощам святителя и чудотворца Николая. И мне Господь дал возможность неоднократно возглавлять такие паломничества и возглавлять совершение божественной литургии на гробе святителя и чудотворца Николая. И также особой милостью для меня было то, что мне довелось участвовать в принесении мощей святителя и чудотворца Николая в Россию, когда им поклонились более двух миллионов человек в Москве и в Санкт-Петербурге. Неоднократно в течение моей жизни я испытывал на себе благодатную помощь святителя и чудотворца Николая. И я думаю, что каждый из нас, здесь присутствующих, имеет такие случаи из собственной жизни, когда святитель Николай приходил к нам на помощь. Сегодня у нас в храме выставлена для поклонения икона святителя и чудотворца Николая. И, как подчеркнул настоятель Троицкого прихода, отец Дмитрий, в эту икону вправлены мощи святителя и мощи эти подлинные. Поэтому будем с благоговением прикладываться к этому образу святителя и чудотворца Николая. Будем просить его о том, чтобы он помогал нам на нашем жизненном пути и чтобы его молитва всегда сопутствовала нам на пути ко спасению и к вечной жизни. Аминь. Храни вас всех, Господи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!